Людям от 18 лет до глубоких седин требуется не менее 2,5 часов умеренной физической активности в неделю. А это быстрая ходьба, танцы или, например, работа по дому. Бег, плавание и езда на велосипеде тоже приветствуются, но всегда ли это возможно легко и без боли? Среди деформирующих заболеваний костно-мышечной системы одними из лидеров стали так называемые шишки на стопе. В 10 раз чаще болеют женщины. Всему виной неправильная обувь, узкая либо на слишком высоком каблуке. Медики настаивают, идеальная высота не более 4 сантиметров. Вес тела по стопе должен распределяться равномерно. Когда каблук поднимается выше 4 сантиметров, центр тяжести, который в области крестца, переносит нас вперед. Вес тела уходит вперед и переносится на передний отдел стопы, 80% тела. Вот представьте, сколько вы весите, 80% вы наступаете на малые косточки. Соответственно, стопа начинает распластываться. Соответственно, проявляется пропульсивный метод трозологии, то есть боли под пальцем, так называемые. Поддерживать в порядке свою костно-мышечную систему и быть в форме в наше время – это возможно в любом возрасте. И помощь доступна каждому жителю Оренбуржья. Эндопротезирование суставов, реконструкция стопы, эндоскопические операции – это далеко не полный перечень высоких технологий и в современной травматологии, и в ортопедии. Вообще проблема артроза, она как стала возникать? Человечество стало жить дольше. И, соответственно, просто изнашивается хрящ в процессе его, так сказать, эксплуатации длительной. Я рекомендую заниматься больше людям плаванием. Такими нагрузками, не статическими, ни бег, ни прыжки. Все-таки это удары по хрящу. О каких простых правилах нужно помнить, чтобы прожить долгую и, главное, активную жизнь? Как сберечь свои суставы? А главное, какие уникальные ортопедические методики применяет современная медицина? Об этом и многом другом в программе «Жизнь здоровых людей». Смотрите на ОРТ 14 августа в 18.30. Алина Волохова, Ирина Кеменев, Владислав Горбунов. Новости дня.